Субботник это прежде всего коллективный труд. Кто-то сгребает листву, кто-то убирает мусор, но кто-то избавляется от сухостоя. Занятие найдется для каждого. Вот и глава Щелковского района принял участие в региональной акции и внес своих вклад в наведение чистоты и порядка на территории муниципалитета. Алексей Валов принял участие в субботнике на территории Щелковской школы номер один, которую он называет своей подшефной. Вместе с другими участниками глава района спиливал сухостой. Во дворе школы трудились порядка 70 человек. Родители с педагогами, дети, другие неравнодушные жители, в том числе члены общественной палаты Щелковского района. Естественно, важно, потому что мы на этой родине живем, нам, так сказать, растить на этой родине детей и строить наше будущее. Отличному настроению участников акции способствовала теплая солнечная погода. Особенно яркие эмоции от уборки родной школы испытывали дети. Субботник это чтобы надо везде убираться, убирать в школе, чтобы она была красива. Вот почему назвали такой праздник «Субботник». Мы нашли вот такую огромную ветку, нам даже Никита помогал. Мы еле еле ее отнесли. И огромную железяку. Алексей Валов ознакомился с ходом работ на нескольких площадках «Субботника». Остался доволен и пообещал, что такие акции по наведению чистоты и порядка продолжатся и в течение следующих двух месяцев. Мы будем проводить до тех пор, пока не останется сухостоя. Пока весь сухостой не выпилим, буду проводить и в июне, и в июле. Но сухостоя в городе быть не должно. Однако важно не только убирать на улицах и во дворах, но также следить за состоянием памятного наследия. Приближается один из главных праздников для нашей страны – День Победы. И к праздничным мероприятиям мемориалы и памятники должны быть приведены в порядок. Алексей Валов посетил мемориальный комплекс «Аллея памяти», где к 9 мая необходимо произвести покраску и замену плитки. Пока ремонт локальный, но в перспективе планируется отремонтировать мемориал капитально. Материалы, из которых он был сделан, пришли уже в негодное состояние, в аварийное практически состояние. И мы такими локальными ремонтами поддерживаем его в надлежащем состоянии. Но я думаю, что все-таки мы сможем выделить необходимое количество средств из бюджета городского поселения Щелковский и сделать капитальный ремонт или в следующем году, или через год. Также глава района выехал на строительную площадку автомобильного моста на улице Фабричной. Работы в самом начале. Генподрядчик прокладывает временную подъездную дорогу для техники. Возводит стройгородок. В ближайшее время он планирует приступить к выносу коммуникации. По его словам, на это ему потребуется несколько месяцев. Непосредственно к строительству рабочие смогут приступить. Ориентировочно в октябре. Ну здесь же не только мост. Здесь вообще дорожная развязка. Контракт окончания строительных работ в ноябре 2019 года. За рамки контракта, естественно, мы выходить не планируем. Я увидел, что у людей есть план, по которому они будут работать. В течение полутора лет этот объект будет сдан в эксплуатацию. Тем самым мы разгрузим центр города. Сделаем дополнительную съездную полосу движения с Заречной направо на Фряновское шоссе. И город на 15-20% центр города будет разгружен.